Всем привет, с вами Стивпро и сегодня покажу игру под названием Сверлый Крафт. Эта игра очень похожа на Майнкрафт, поэтому игру я решил обозревать. Да, игра очень прикольная. Такое главное меню, как видите здесь есть кнопка Signplay, это мы одиночная игра. Есть настройки, также есть как бы маленькие достижения и есть информация о игре. Давайте сейчас нажмем эту кнопку, здесь как видите у нас появляются еще разные пункты, где мы можем узнать разные вещи. Допустим, что такое крафтинг или как крафтить вещи. Да, здесь все подробно написано. Ну мы нажимаем на World и создаем мир. Здесь нам предлагается 4 режима игры. Также из этих 4 режимов игры есть креатив. Также здесь мы можем установить личный скин и установить свой текстурпак. Также можем изменить температуру воздуха и можем изменить из скольких блоков будет стоять мир. Ну, мы создаем мир. Так. Ну, да, это нехорошо. Я нажал не туда, к сожалению. Ну и сейчас ничего страшного. Мы выйдем и зайдем в мой другой мир, который я уже до этого создавал. Как видите, генерация идет. И мы появляемся в мире. Мир достаточно яркий. Атмосфера совершенно другая. Другое солнце. Другие облака. Очень красиво. И все очень детализировано. Такой олень, да. Он напоминает Майнкрафт. Он пиксельный. Но, к сожалению, он сделан более к реальному виду. Вот такой выбор меню. Выбор блоков. Можем выбрать кактус. Перенос блоков, такой же, как и на ПК. Да. Вот можем взять такой столик. Можем взять крафт. И также можем взять что угодно. Давайте возьмем одежду. Я потом покажу вам, как одевать. Нашу персонаж. Вот такой крафтинг. Крафтинг тоже напоминает ПК. Сюда мы положим крафт. Крафт. Крафт положим. Крафт, да. И давайте сейчас я покажу вам, как одеть нашего персонажа. Вот такой персонаж. Можем его раздеть. Снять ему панамку. Снять одежду. Целиком раздеть его. Сделать голым. Снять штаны. Снять его шлепанцы. И теперь можем его одеть. Здесь в этой кнопке нам показывается его состояние. Его голод. Его жажда. Также мы можем его убить. Ну, что ж. Пусть у нас будет голым. Вот такой большой выбор одежды. Выбор одежды в 4 раза больше, чем в Майнкрафте. Еда. И, конечно, всем, так сказать, нравящиеся механизмы. Здесь есть также рычаг. Кнопка нажимная плита. Редстоун. К сожалению. Ой. Даже к удивлению здесь есть батарейка. Которая напоминает энергайзер. Батарейка энергайзера. Есть вот такая плита, которая... Можно включить. Вот она светится. Нажимная апель там. Да. Такая же. Ну, маленькая другая, к сожалению. Рычаг. Выполнен в таком модерном стиле, да. Ну, наверное, многие знают, что пак модерн. Вот в таком стиле он выполнен. Кнопка, которая почему-то не нажимается. Должна нажиматься. И, конечно, редстоун. Он выглядит здесь вот так. Если его подставить, то вещь ломается. Но его нужно ставить далеко. И редстоун выполнен как провод. Выглядит как провод. И... И кривой, да. И когда его зажигаешь, он ничего не светится. Есть также оружие. Арбалет, к примеру. Есть градусник, который показывает температуру. Также он будет показывать температуру, когда вы держите его в руках. И сам арбалет. Для этого нужно... Чтобы пользоваться арбалетом, для этого для него нужны стрелы. Нажимаем на эту кнопку. И сначала нам нужно зарядить арбалет. После чего засунуть туда стрелу. Стрелу. Засунул я не ту стрелу. Возьмем другую эту. И... А, надо брать белую. Да. Я взял белую взрывную стрелу. Вот. И теперь мы стрельнем. Я стрельнул. Блоки разлетелись. И я сгорелся. Так, полетели. По ближнему водоему. Вот такая водичка. Спасибо тебе. Все. Теперь все в порядке. И что ж. Здесь также есть пещеры. Есть мобы. Под названием рыбы, акулы, скаты, олени, верблюды, волки. Очень много разных мобов текста. Так что скачивайте эту игру. И оценивайте. Вот такой спаун мобов. Чтобы заспаунуть мобов, нам нужно кинуть его яичко. Ну, что ж. Очень классная игра. Ну, на этом все. Ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...